Демонстрация, пожалуйста, включите, пожалуйста. Помогите. Царю небесный, утешителю души истинны, И же везде сей, и вся исполняй, Соквоище благих и жизнеподателю принесены, И очистены от всяких скверны, И спаси, благослови наши занятия, Дай нам все услышанное запомнить, принять веру, Сохрани нас от всяких заблуждений, Не допусти уклонения ни направо, ни налево от истины. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, демонстрация экрана, кто включил? Агнатика, очневые? А что такое, я не знаю. А что такое включить-то, я вообще не знаю ничего. Итак, продолжаем. Так, текст видео на экране. Кто-нибудь ответьте. Итак, продолжаем противовсектарские материалы. Церковь Христова Едина. Евангелие от Матфея, 16-18. Я говорю Тебе, Ты, Петр, и на семь камней я создам церковь мою, И врата ада не одолеют ее. Ну, здесь нужно подчеркнуть, что создам церковь. Не церкви, которые сейчас в конфессии называют себя церквями. А церковь, то есть она единожды была создана Христом. Вот здесь создам в будущем, говорится, но она уже создана. Когда? День 51. С этим все сектанты соглашаются, но ты расспрашиваешь, когда они возникли, 16-й век, не сходится. Либо Вы присоединяетесь к той, первой апостольской церкви, либо Вы вне ее. Итак, продолжаем. Вангелие от Иоанна, 10-я глава, с 1-го по 17-й стихи, 1-й корейшнам, 3-11. Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. То есть глава церкви Иисус Христос, а мы ее тело члены. В Петербурге, 1-я глава, 20-я глава, 20-я глава, 20-я стихи. «Которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив Одесную себя на небесах, превышив всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в семь веки, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего головою церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Так, вопросы по этим стихам. Есть вот здесь слово «Которую Он воздействовал во Христе». Слово «Которую» к чему относится. Кто может ответить? Давайте откроем тогда. Игнать Тихович, можете ответить? С нами? Так ты открой предыдущие слова, слово «Который» предатошное предложение. Так, первая глава, 20-20 стихи. Так, ну с 15-го. «Посему я, услышав о вере вашей во Христа Иисуса...» О вере, что ли, получается, здесь, да? Говорится. Вот, «Которую Он воздействовал». А, о силе. По действию державной силы Его, силы, силы, которые, то есть, Он силой Христовой воздействовал, а, Божьей силой. О силе Божьей говорит. Понятно. Дальше читаем, значит. Евангелие от Иоанна, 15-1, 15-го глава, 1-6-й стих. «Я истинная виноградная лоза». Вы не отвлекайте зря, напишите в чате, там, бороды, что-то написали. Так, «Я истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарем. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. И всякую приносящую плод очищает, чтобы боля принесла плод. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. «Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я истинная лоза, а вы в ветве. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, и вы без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергается вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Так, ну давайте разберем это место. Можно ли это, вот эти отсеченные ветви, соотнести к сегодняшним сектантам? Игнать Ильич Ильич. Игнать Ильич, вы с нами, нет? Игнать Ильич, я вот он рядом. Вот я сейчас про местописание прочитал, вот о виноградной лозе и о ветвях, и вот которая не приносит плода, то отсекается, отсекается. То есть как раз корень, вот отсекается секта, бросается в огонь. Можно ли это о сектантах сказать, или здесь о другом речь? В первую очередь о нас это, в первую очередь о нас это говорится. Которые мы не приносим плода, да? Конечно. А потом уже остальные. Если ты называешься верующим, и верующего Христа, говорю, в церкви находящейся, едва спасается, то нечестивый и грешник где явится? Вопрос стоит, а ответа-то нету. Если праведники едва спасаются, вот и ответ. Да, то есть сегодня мы как раз проходили, что притча о сеятеле, а потом еще дополнительно, то есть одна четвертая часть только на добрую почву падает семя, а на этой доброй почве еще и враг рода человеческого посеял плевелы. И вот сегодня разбираешь, что есть плевелы. А плевелы это как раз и секты, то есть теоретические всякие течения, учения, которые уводят человека от истины, то есть заглушают истину ложью. Вот это вот и сорняки, которые заглушают пшеницу. И так, читаем дальше. Колоссянам 1 глава 16-18 стихи. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава, тело церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Вопросы? Ну, здесь тоже подтверждается, что Христос глава церкви, церковь едина. Их не несколько, как думают некоторые члены конфессии. Церковь одна, а вот в конфессии иеретических заблуждений много. Церковь есть столп и убеждения истины. То вне церкви тот, получается, вне истины, и вне истины, значит, тот заблуждается, идет неправильный дух. Иоанна 11, глава 52 стих. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чат Божьих собрать воедино. Тоже слово воедино, говорит о единстве в церкви. Церковь Христова едина, она не только единственная, как слово едина, но едина, единомысленно есть еще тоже. Это слово едина включает себя два смысла. Филиппийцам 2.2. То дополнение мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомыслены. Ну вот то, о чем я и говорил. Иоанна 17, глава. Римлянам 12, 16. Будьте единомыслены между собой, не высоковудовствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Римлянам 16, 17. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. 1 Коринфянам 1, 10. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. 1 Коринфянам 12, глава с 12 по 27. Ефесянам 4, глава с 3 по 6. Стараясь сохранять единство духов в союзе мира, однако одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который нас всеми, и через всех, и во всех нас. Вопросы? Ну, а то, что Церковь единая, то есть и все места подтверждают это. Дальше нужно еще сектантам сказать, что Церковь святая, заголовок такой, но в ней существуют и святые, и грешные члены. Давайте вот на эту тему рассуждаем. 2 Тимофеев 2.20. А в Большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные. И одни в почетном, а другие в низком употреблении. Дальше здесь вот переводится, я не знаю. Матфея 13 глава 36-42, 13 глава 24-30, 13-47-50 стихи. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попеченье. Сам Спаситель и Апостолы имели общение с грешниками. Лука 7.34 и Евангелие Таана 12.6. Лука 5 глава 30-31. 1 Коринфянам 5 глава 9-10 стихи. Далее сказано. Все люди грешны, один Бог без греха. И приводится местописание. Бытие 8 глава 21 стихи. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь Бог в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого, зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Предь во все дни земли сияние и жадва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Это место, как я понимаю, говорит, что все люди грешны. И вот помышление сердца человеческого зло от юности его подтверждается. Экклесиастом 7-20. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Третье царство 8-46. Когда они согрешают пред тобою, ибо нет человека, который не грешил бы, и ты прогневаешься на них и предашь их врагам, и пленившие их отведут их в неприятенскую землю, далекую или близкую. Притча 20-го глава 9-й стих. Кто может сказать? Я очистил мое сердце, я чистил от греха моего. Иакова 3-2. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Мог еще обуздать и все тело. 1 Иоанна 1-8. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Евреям 4-15. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Вкровение 15-4. Кто не убоится тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои. Вопросы? Игнать Тихонович с нами? Ну, куда же мне деться? Я все время рядом. Ну, вот смотрите, вот у меня смущает вот эта вот церковь святая, но в ней существуют и святые, и грешные члены. То есть, ну, грешные в том плане, что они, ну, кающиеся грешники, они постоянно во грехе живущие в церкви, иначе он уже отлучается от церкви, этот член. И вот здесь вот дальше приводится это местописание, одни в почетном, другие в низком употреблении сосуды. Это члены, о членах церкви говорится, но, как бы, в низком употреблении понятно, там, о чем говорится, почетно. Но они же, вот эти вот, эти члены-то, они святые, то есть, они члены, а что такое грешные члены? Ты знаешь, эти вопросы, ты открывай, это говорится где? Второе Тимофею. Ты вот открывай, это какой? Третий тум. Третий тум Нового Завета. Открывай толкование и считай. У нас же пособие. Толкование там дано. Прочитал, дальше не заходить. Давай, находи. Второе Тимофею, 2,20. Пусть кто-нибудь помогает тебе. Второе Тимофею, 2,20. Ну, сразу толкование сейчас начну читать. Так как многие смущаются, зачем в мире существуют злые люди, то Павел, оставив другие причины, сейчас указывает эту. Потому что в Большом Доме бывают разные сосуды. В Большом Доме называют мир, а не церковь. Он желает, чтобы ни одного деревянного сосуда, а все золотые и серебряные сосуды находились в церкви, где тело Христа, где дева, не имеющая порока. Золотые сосуды, то есть добродетельные люди в почетном, деревянные же и глиняные, то есть дурные люди в низком употреблении, не сказал в пользу и не в пользу. Потому что и дурные люди, хотя они и непригодны для добродетелей, все же они полезны в общем состоянии мира для некоторого домостроительства, как, например, фараон. Вот здесь у вас утверждение. Церковь святая, но в ней существуют и святые, и грешные члены. Оно вообще не сходится с этим толкованием. Грешные члены, которые в низком употреблении, здесь нам толкует Фефелак, что они вообще-то в мире люди, фараон, какой-то член церкви сравнивается. Грешные люди. Объясняйте нам. Непонятно. Сколько человек сегодня здесь пресс? Сколько человек присутствует? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Ну и мы с вами. Нас шестнадцать. Ну так вот и спрашивают, чтобы помогали и открывали. За эту грань мы никогда не заходим. Когда мы эти толкования читаем, указанное место открываем трехтомник и читаем. Все. А так-то получается, что я сказал, на меня ссылаются. А мне зачем это? Чтобы люди ссылались конкретно на Блаженов Афилакта, на Златоуста. Начинайте работать. Я конкретно сейчас ссылаюсь на вас. Вот эта вот книга ваша, второй том. Церковь святая, но в ней существуют и цветы, и грешные члены. Это ваши слова? Нет, не мои, это Кальнева. Я же впереди-то показал, с какой книги это взято, что. Дальше из Кунцевича, то есть это из разных книг взято. И все книги дореволюционные. И все это правильно сказано. Грешное, грешное, конечно, грешное. Ну, согрешил Петр, согрешил, плакал, Господь простил. В церкви разные люди бывают. Но согрешая, он входит в число оглашенных. Он за пределами уже церкви. Церковь святая непорочна. То есть этот член святого, грешного, обратно святого, может, пока он в этом теле живет, как бы переходить туда-сюда? Верующий в Сына Божия не грешит. Считаем в первом послании. Не может грешить. Это не его природа. А если такое случилось, потнулся, пал, вот, пожалуйста, и показывает. Для этого есть эпитемия, пост, молитва, ну и покаяние. Так, идем дальше. Здесь церковь всегда святая. То есть впереди мы читаем, что она, церковь святая, но в ней существуют святые и грешные члены. Сейчас другой подзаголовок. Церковь всегда святая. То есть в ней уже нет грешных членов, понимаешь? Или как? Как понять это? Первое Каинфинам 3.11. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. То есть Иисус Христос свят, поэтому и церковь, тело его святая, в основном глава. В этом смысле. Ифисянам 1 глава 20-20-30 стих. Которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых, уже читали его это. И посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуя его не только в семь веки, но и в будущем, и все покорил под ноги его, и поставил его выше всего головой церкви, которой есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Повторение идет, что вы тут уже читали. В Колоссе нам 1 глава 16-18 стих. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или. Все им и для него создано. И он есть прежде всего. И все им стоит. И он есть глава, тело церкви. Он начаток, первенец измертвых, дабы иметь ему во всем первенство. То есть под заголовок такой, церковь всегда святая, и все места писания о Христе приведены. Нет подтверждения без писания здесь, что церковь всегда святая. Не увидел я, во всяком случае. Церковь, дальше под заголовок. Церковь соборная состоит из всех народов. Исайя 60 глава 3-4 стихи. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сияния. Возведи очи твои, посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Так, а вот к свету твоему, твоему с маленькой буквы, а че, а кто здесь имеется в виду? Настяка, можете поместить? Опять Исайя открывать, читай. Открывай место писания и смотри предыдущие слова. Они уже объясняют. Народы к свету твоему, которые дан Израилю, которые дан церкви. То есть твоему относится к Израилю. К Израилю народы еще примкнут к народам по вере. Мы являемся новым Израилем. И поэтому люди, видя, как мы живем, имеется в виду по заповедям Господним-то, они к этому свету идут и прямо показывают. Вот так поступайте. Придут все народы к свету твоему, к Иерусалиму. Или к Израилю. И так, и так можно понимать. Ну, Иерусалим-то это есть Израиль. Что, как можно разделять-то? Лука 13, 29. И придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут царствия Божия. Исайя 66, 18-24. Колоссянам 3, 11. Где нет ни елина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свобода, но все и во всем Христос. Матфея 8, 11. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада, и возлягут с Авраамом, и Сааком, и Иаковом в царстве небесном. Римлянам 10, 11, 13. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и елином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. К слову сказать, что вот это место сектанты приводят. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ну и себя, конечно, они подразумевают под этим словом. Всякий, всякий еретик спасется, всякий сектант любой конфессии спасется. Да нет, это имеется в виду. Впереди надо читать в контексте. Что значит, имеется слово всякий? Всякий сектант верует во Христа, но здесь нет различия между иудеем и елином. То есть, всякий, не только иудей, но и елин, это имеется в виду. То есть, о чем мы выше говорили под заголовок. Все, церковь соборная состоит из всех народов. Да и русские, и цыгане, все могут спастись. Могут спастись, а не спасутся, как утверждают сектанты. Матфея 28, 19. И так, идите, научите все народы крестяек во имя Отца и Сына и Святого Духа. Тоже говорится о всех народах. Не только один израильский народ, нам нужно идти учить апостолов было. Но все народы. Пошли они и в Грецию, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Это понятно? Нет вопросов по этому заголовку. Что церковь состоит из всех народов. Далее утверждение такое. Церковь состоит из живых и умерших. Какие местописания это подтверждают? Матфея 12, 2 глава 32 стих. Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Опечатка, наверное. Невопросительный знак здесь, просто точка. Бог не есть, Бог мертвых, но живых. Римлянам 14, 8, 9. А живем ли для Господа живем? Умираем ли для Господа умираем? И потому живем ли, умираем или умираем? Всегда Господь. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Лукан 20, глава 37 по 38 стихе. А что мертвые воскреснут? И Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама, и Богом Исаака, и Богом Иакова. Бог. Уже не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Римлянам 1, 10. В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под головою Христом. Ну и дополнить здесь можно, что церковь земная, называется церковь воинствующая, церковь на небе, церковь торжествующая. Торжествующая, она с победой над дьяволом. Вопросы? Игнать Игорь, есть что добавить? Вы что сказали? Тут все сказано. Если непонятно что-то, надо входить в это. Так по одному стиху-то не решается, допустим, блаженный нищий духом, ибо их есть царство небесное. Человек выхватил этот стих и начинает толковать. А определить, нищие или не нищие. Ни крещения, ни добрых дел, ни поста, ни молитвы. Блаженный нищий духом, уже их есть царство небесное. Ну всем же понятно, что имеется в виду, и надо то, и то, и то. Она же не на одном стихе Библии держится-то. А это желающие поспорить, тролли безбожные. Читаем дальше. Дальше. К церкви принадлежат и ангелы, и святые. Лука 15, 10. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. Евреям 12, 22, 23. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства. Христианам 12, 9. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Псалом 33, 8. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Вопросы? Так, ну что, дальше идем. Церковь апостольская ведет свое начало и во всем порядок от святых апостолов. Послание к Ефесянам, 2 глава, 21 стих. На котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе. 1 Коринфянам, 14 глава, 40-й, 33 стихи. Только все должно быть благопристойно и чинно, потому что Бог не есть Бог, не устройство, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Отделяющиеся от церкви, хотя верят во Христа, но они враги Ему. Их ожидает погибель. Откуда мы этого узнаем? Матфея, 12-30. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирается мною, тот расточает. Иуда, 1, 11-16-19 стих. Горе им, потому что идут путем Каиновы, предаются обращению мзды, как Валаамы, в упорстве погибают, как корей. Это работники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова. Они оказывают лицеприятие для корысти. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Матфея, 18-17. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то добудет он тебе, как язычник и витарь. Матфея, 7-я глава, 22-й стих. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не Твоей любовь ли именем и пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» 2 Петра 2-3. «И из любостяжания будут уловлять вас мстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Что такое церковь, читайте подробно в нашей книге к истинному православию в отделе о церкви. Сектанты, кто бы они ни были, и оно у них на первом месте по авторитету, и это очень хорошо. Игнатий Тихонович, оно у них, что имеется в виду? Слово Божие, наверное, тут. Это ваши уже слова пошли, или, да, это вот, скорее всего, вы, коли вы в нашей книге пишете. Слово Божие у них на первом месте, наверное, это тоже выделено. Впереди ослой, как говорилось. Так я понимаю. Вопрос к вам. Вот вашу книгу цитирую. Что такое церковь, читайте подробно в нашей книге к истинному православию в отделе о церкви. Вот это предложение. Сектанты, кто бы они ни были, и оно у них на первом месте по авторитету, и это очень хорошо. Что это, и оно у них? В авторитете. Имеется в виду Библия, да? Вот здесь дальше, вот, Слово Божие. Правильно я понял? А то здесь, если вот это не читать ниже, непонятно, о чем лечь. Оно у них на первом месте. Писание впереди-то написано. Многие скажут в тот день, а Господь скажет о чем. По Писанию поступали или нет? Дальше Игнаин Тихонович пишет. Мне приходилось беседовать с ними по много часов. Однажды 11 часов мы не поднимались с места. В другой раз беседа закончилась только в 5 утра. И каждый раз, как и в указанных выше случаях, их руководители, пресвятера и старшие пресвятера, и рядовые оказались, отказывались от своих еретических, сектанских убеждений и с радостью принимали истину православия. В дальнейшем они стали и священниками, истинными пастырями, проповедниками. И по сей день они благодарны за отечество Евгения, когда мы сидели за Словом Божиим, сравнивая одно место с другим. Деяния 17.11. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая описание, точно ли это так. Некоторые же из них встают из-за стола, говоря, нас это не убедило, но не говоря, что именно, какое место писания их не убедило. Деяния 28, глава 22-29 стихи. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу. И он от утра до вечера излагал им учения о Царстве Божием, приваля свидетельства и удостоверяя их о Иисусе, закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же несогласны между собой, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. «Хорошо, Дух Святый, сказал Отцам нашим через пророка Исаию, пойди к народу сему и скажи, слухом услышите или не разумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». «Итак, а будет вам известно, что спасение Божие послано язычнее, а они и услышат». Сергей Шепелев, микрофончик, выключите, пожалуйста. «Вот так сейчас включенный, теперь лёгко». «Да, включенный, 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 вот сейчас, да, выключенный, всё. Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. У меня не раз складывалась точно такая же ситуация. Я долго думал и просил у Бога в молитве ответ. Почему, Господи, одни убеждаются, и для них этого достаточно, а другие возражают, и даже поносят, запрещая другим встречаться со мной? В чём причина? Если во мне, то почему одни обращаются, а другие остаются безучастными? Я нашёл ответ в этих словах апостола Павла, когда он цитирует слова пророка. «Огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердце, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Всё дело оказывается в грехе, если человек был просто сектант, родившийся в Менонитской или Баптистской среде, и он никогда не исследовал, не сранивал, так как делается в нашем материале, но он просто верил искренне в красоте сердца, доверяясь старшим и апологетам их учения о заблуждении. Но они не хвалили ни иконы, ни крестные знамения, а просто обходили эти вопросы. И стоило только искре истины коснуться их сердце, как они сразу же обращались, будучи уже готовыми. Точно так же случилось и моё обращение. На меня проповедник не потратил ни одной минуты, он только дал мне Евангелие, и Господь тут же поставил мне на колени, и началась новая жизнь. Псалом 39,4. И вложил в уста мои новую песнь. Хвалу Богу нашему, увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Я и сейчас поддерживаю с некоторыми баптистами очень близкие отношения, длящиеся уже третье десятилетие. Меня спрашивают, почему вы их не можете убедить? Я отвечаю, потому что они очень ленивые и слоняются из угла в угол, но не прочитают ни одной книги. Жена его берёт у меня все магнитные записи проповеди Златоуста и жития святых. Она из баптистской семьи, но приняла православие во всей красоте. Две её дочери стали жёнами православных священнослужителей. Я посылаю ему противосектантскую брошюру и прошу, пусть он её прочитает. Он грозится ответить на каждый вопрос, но проходит год за годом, а он так её и не прочитал, и не прочитает. Иногда мы заканчиваем беседу глубокой ночью, а тема ещё и не исчерпана. Беседу веду я под запись на бумаге. В доме у них несколько взрослых членов семьи, и все аккуратно всё записывают. Поблагодарив Бога, мы дружески расстаёмся, отложив беседу до завтра. Уже перед выходом я несколько раз повторяю. Только сохраните, пожалуйста, всё записанное. Не потеряйте, чтобы где-нибудь не пропало заваленное бумагами. А то такое случалось уже несколько раз. Они удивлённо смотрят на меня. Да куда же оно может потеряться? Вот все записи лежат на столе. Так они и будут лежать до завтра. На следующий день после работы я сразу захожу к ним. Они меня ждут и с испугом говорят. К нам никто не приходил, но со стола исчезли вчерашние записи. Мы всё перерыли, а их так и не нашли. Но ведь я вчера вас об этом предупреждал. Я уже знаю, что здесь сатана всё запечатал. Эти люди не обратятся к истине. Они умрут в закоснении. Притом они не просто не будут желать встречи, а начнут меня обязательно поносить. Я это тоже хорошо знаю. И знаю даже, какими словами они будут меня поносить, потому что грех монотонен, и дьявол действует шаблонно, стандартно. Они обязательно, в кавычках, понесут меня на таких ухабах. Ведь подумать только, он нас так загипнотизировал в первый раз, что мы едва-едва устояли. И только сам Бог спас нас забрал эти листики. Всё здесь намертво, всё закупорено, как во гробе. Луч света в этот склеп не проникнет, и за гробом они обрящут лишь смерть. Когда я готовился издать творения святого Иоанна Златоустова, начитать на плёнку, то стал подбирать хороших чтецов с ясной дикцией, глубоко верующих, могущих проникновенно передать читаемое для слушателей. Правда, после того, как Златоуст был уже издан, а это 62 кассеты по 375 метров каждая, продолжительностью звучания 8 часов 20 минут, то со всех сторон посыпались просьбы, чтобы я непременно сам, своим голосом перечитал всё, что читали другие. Мне мой голос самому не нравится. Это не голос Левитана. Я не мастер художественного чтения, как Яхонтов. А один из читавших был Баптист, работавший до этого 7 лет военным следователем. Когда меня арестовывали в 1980 году, то сотрудник КГБ Щепин сказал другому, указав на меня. Это он погубил нашего сотрудника и назвал его фамилию. Толстенко Василий Фёдорович. Теперь он священник в городе Тайше в Иркутской области. Это честный, глубоко порядочный человек, но голос у него командорский, рубленные слова, и слушатели его не приняли. Когда он стал начитывать Иоанна Златоуста, то стала задавать жене полувопросы. А где же это у нас, у Баптистов? А почему же он у нас не так это понимает? Он пришёл в своё собрание и задал вопрос. Братья, Господь заповедал причащаться тела и крови его, а вы раздаёте хлеб и вино. Это происходило на родящего 67 в городе Барнауле. А квартала через 3 от них, на Никите на 137 находится Покровский собор. В то время единственный храм в Барнауле. Пресвитером у Баптистов был тогда Никонов Алексей Дмитриевич. Он махнул рукой, показав на окно в сторону храма. Так это у них тело и кровь. Василий встал вместе с женой и сказал, вот туда я и пойду. Вот это и есть герой веры, о которых говорит пророк. Иоиля 3.11 Спешите и сходитесь все народы окрестные и соберитесь туда. Господи, веди твоих героев. Если бы все сектанты были такими же честными в поисках истины, в желании спастись, а не прочитав этот наш материал, не смогли бы остаться в такой глубокой тьме невежества и извращенного толкования Библии. Относительно церкви рассуждать очень легко, стоит только отвечать четко и ясно в письменном виде на поставленные здесь вопросы без малейшего лукавства. Первое. Когда возникла их в кавычках церковь? Конкретно год и дата и кто основатель места? Если их религиозное объединение является церковью, то что тогда создал Христос и где та церковь? Христос говорит, что врата Ада не одолеет ее. Пусть же они конкретно назовут дату, когда та церковь перестала существовать. Кто? Говорит ли что-нибудь священное писание об образовании новой церкви взамен устаревшей? Второе. Если от них самих двое или трое отделятся во имя Христа и завтра их будет сто человек, ибо нет такого безумия, которому кто-либо не пристал бы, и они купят хлеб и начнут его преломлять с молитвой, то есть подражание нас делают все так же, как видели у себя до того, при условии, что отделившиеся никак не будут признавать свою родительницу в прежнюю секту, как отделенные баптисты отделились от ВСЕХП. Признают ли они их пресвятеров подлинными? А от этих снова отделятся и так далее. Продолжить эти рассуждения до самого глубина, куда дьявол сбрасывает отделившихся Дофана, Аверона и Корея. Числа 16-я глава. Так, вопросы пока есть по сказанному? Так, дальше пока читаю, еще время есть. Третий пункт. Бог наказывает человека, низводит воды потопа и огонь с неба, бросает камни, насылает зверей, не только единственный раз за всю историю человечества люди живьем вместе с телами сошли в ад. За что? Ни за идолопоклонство, ни за волшебство, ни за убийство, ни за разврат, ни за богохульство нет такой казни. Книга числила 16-я глава 27-й по 34-й стихи. И сказал Моисей, из всего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, которое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычайное, и земля разверзнет уста свои, поглотит их, и домы их, и шатры их, и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа. Лишь только Он сказал слова сии, рассела земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей кореевых, и все имущество, и сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества, и все израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле, дабы говорили они, и нас не поглотила земля. это лютая смерть угрожает не только разначальникам сект, но и всех их последователям. Церковь есть мать верным, она есть невеста Христа. давным-давно я был на собрании у святеля Иегова, и вот как раз не помню это ли место, ли он читал, но я запомнил его слова, он говорил, но вот видите же, крыша сейчас не рухнула, все стоит, мы живые здесь собираемся, значит, это угодно Богу, то есть он как бы вот эти слова имел ввиду, но и сам себя утешал, чувствует, видимо, что самозвались, но однако вот такой убеждает может быть других, что они истинное собрание, истинное церковь. Вот, но Господь просто долго терпит этих сектантов, ждет их покаяния и сегодня мы как раз проходили притчу о сеятеле, и на ней идет другая притча о плевелах, о жаде, и ангелы предлагают Господу, давай мы выдергаем плевелы, а Господь говорит, нет, не надо, чтобы с плевелами и не выдернули пшеницу, и толкование говорится, что плевелы это как раз еретики, вот эти сектанты, вот как мы сейчас их называем, то есть не нужно их до лишать жизни, может быть кто-то из сорняка превратится в пшеницу, есть даже какое-то правило, с еретиками обращайтесь кротко, вопросы, вопросы, час прошел у нас. Пожалуйста. Следующие полчаса вопрос и ответ на Тихонич. Пожалуйста, задавайте. Тишина. У нас снова человек сегодня, Дмитрий Горякин. Он написал мне, что вы найти, конечно, порекомендовали ему через меня выйти на наши занятия. Знаете вы его? Игнать Тихонич. Горякин. Конечно, знаю. Сегодня мы разговаривали с ним. Ну вот он сейчас с нами здесь. Дмитрий, вы нас слышите? Да, я слышу. Вопросы какие-то, может быть, у вас есть? А я сегодня, которыми интересовали вопросы, уже Игнать их что-то дал. Ну, а вот то, что я читал, может быть, что-то... Нет, никаких вопросов. Я все это слышал. Хорошо. Ну, мне тут предлагает читать дальше, если нет вопросов. Если у кого-то возникнут, то по ходу задавайте тогда. Можете меня прервать на полусловий, если у кого-то возникнут вопросы, мы сейчас просто пока готовы. Итак, читаю дальше. Все до единого сектанты придетко называют себя происходящими от апостольских времен. И на вопрос, откуда вы? Отвечают. Мы от Христа, прямо от апостола. Мы были во все века. И далее начинается перечисление вальденсов, гуситов и других. Никакого отношения к ним не имеющих. Постоянно необходимо ставить наводящие вопросы. Если взять их Библию и внимательно посмотреть, то очень у многих она подчеркнута цветными карандашами. Одним цветом зеленым о милости Божией, красным о гневе и наказании, синим пророчества и так далее. С появлением фломастера легким тонированием стали закрашивать эти тексты полностью. Таких мест совсем немного. Иногда идет в Библии несколько книг к ряду, к которым они и не прикасались. И они остаются с детственно чистыми страницами. Особо излюбленные, истертые буквально за дыр места, как у староверов канон за едино умершего, места, а якобы ненужности в церкви, где говорится против священства. Обращение с Библией у сектанцев ужасно небрежное, неблагоговейное. После туалета с грязными руками всегда слюняют пальцы при перелистывании. И в этих местах Библия тонирована бытовой сектантской грязью, делается взлохмаченной и рыхлой. Они цитируют на память отдельные места, буквально вгрызаясь в них. Но дать истинный смысл ни на одно место не могут. Все извращено. Где сидят на скамейках, там и кладут Библию. Стартами для чрева так не поступают. Вопросы? Пятый пункт. Если начнешь читать предыдущие и последующие стихи к цитируемым местам, вплотную стоящие к ним, а не воззрятся на тебя таким взглядом, как будто я читаю какую-то совершенно неизвестную им книгу. Молодые православные верующие, желающие вести миссионерскую работу среди сектантов, допускают такую основную ошибку. Ставят задачу непременно их победить и непременно сразу же в первую встречу как можно эффектнее и при свидетелях со своей стороны. Вот этого-то как раз и не нужно делать. Таким методом именно и пользуются сектанты. И ты уже попался на их удочку. Начинается игра в догонячки. На поставленный вопрос они не отвечают, но в обвинение приводят другой стих, который ставится православным в укор. Нужно остановиться и попросить ответить сначала на ваш вопрос. Желательно под запись на листе бумаги хотя бы кратко. и всегда к любому тексту ставить четыре вопроса, на которые просить ответить. Первое. Кто это сказал, написал? На этот вопрос они отвечают быстро. Апостол Павел, Давид, Моисей. Попросить дать характеристику этого человека. Все абсолютно сектанты намучаются друг от друга по отношению истины против крестного знамения приводят два-три места. При разборе этих конкретных мест мы сейчас и покажем ход их мыслей и то, чего мы добиваемся этими четырьмя вопросами. Они обычно приводят следующие места. Яния 17.25 И не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. Исайя 44.20 Он гоняется за пылью, обманутое сердце вело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать «Не обман ли в правой руке твоей». Вот их рассуждение таков. Бог не требует, чтобы ему служили крестным знамением, значит, оно и не нужно, и не просто не нужно, но грехово, хотя из выше приведенного места это не следует, написано «не требует», но не написано, что запрещает. Твердо держите их на этом стихе, который они приводят в Сае в начале беседы. Иногда бывает собрание на несколько сот человек из них, и когда они этот стих процитируют, то следует спросить, все ли так понимают, как ведущий в собеседовании их брат? за 40 лет миссионерской работы я ни разу не встретил, чтобы кто-то из них понимал иначе. Если к этому вопросу православные не подготовлены, не знают общий настрой сидящий здесь, но сам мало знаком с писанием и трактовкой этого места, он начинает искать подходящее место из писания, чтобы доказать необходимость крестного знамения. Этого делать абсолютно недопустимо и крайне вредно. Одним этим ходом ты уже всех настраиваешь против себя. Ты не опроверг их понимание приводимого места писания необходимо сразу же ставить вопрос кто это сказал? На ответ что это апостол Павел мы должны спросить кто он был его происхождение и на этот вопрос получим мгновенный ответ фарисей ученый раввин ставший апостолами благовестников. Второй вопрос когда когда сказал он эти места эти слова? якобы окрестном знамении дата неизвестна но ясно что в первом веке на заре христианства когда ни о Христе ни о окрестном знамении многие ничего не знали совершенно. На все четыре вопроса всегда задавайте уточняющие подвопросы. Так ну вот здесь говорится о четырех вопросах а тут только два может ниже и они должны быть целенаправленными ведущими к тому чтобы сектант приведший это место писания против крестного знамения отвечая на поставленные вопросы самый опроверг свое ложное понимание этого стиха. Третий вопрос кому сказал кому написано послание краткий ответ афинянам коринфянам далее следует подвопросы были ли они в это время христианами и дать развернутую картину характеристику этого народа надо сделать это кратко буквально в несколько предложений обязательно спросить собеседника и слушателей согласны ли они с этим конкретно в данном случае спросить эти афиняне верили в их христа а если верили иначе то конкретно как и как они поклонялись своему богу и жестами показать как молятся мусульмане иудеи и христиане и тут же совершить крестное знамение и спросить вы верите что крестное знамение копирует крест распятия Христова могли ли афиняне совершать крестное знамение не слыша до этого о Христе имея огромный опыт беседы я свидетельствую что это переломный момент и это сразу же чувствуется по атмосфере зала они начинают переглядываться если афиняне ничего не знали о крестном знамении то мог ли апостол Павел запрещать то чего нет у них благоразумный человек попав на необитаемый остров или туда где нет ни одной машины и даже не имеющий представления о том что не существует будет ли ставить светофоры запрещающие движение и спросить их мог ли апостол Павел запрещать афинянам креститься рукой паптисты в основном не пьющие и разум у них в житейских делах трезвый и стыд есть во всей вероятности у каждого колотится мысль как же раньше я до этого не додумался четвертое после этого четвертый и последний добивающий вопрос с какой целью это написано с какой целью сказал это Павел неприученные совершенно ставят эти вопросы а значит и думать неприученные сектанты наши дорогие бесценные начинают медленно разворачиваться от эйфории победы над глупыми православными к сумеркам своей сектантской души тогда следует им подсказать для того чтобы сокрушить заблуждение афинян греки считали что миром управляют различные божества о которых написаны были свои жития истории которые изучались в школах смотри житие мученицы Екатерины в данном конкретном случае говорится о известном им событии которое записано в их летописях перед выходом на войну как и у нас на святой Руси было совершались молебны читали свои языческие акафисты приносились жертвы богам благодействующим им божеств было много над каждой стихией свой бог и даже бог над мухами вельзилу задавливая божества они подготавливали благоуспешный ход сражения но на тот раз фортуна им изменила и они были разбиты было сделано расследование поиск причины неудачного похода и определили что это только от того что они не почтили какое-то божество которое было известно их прародителям но о котором они за давностью времени забыли вот этому то неведомому мстительному в кавычках покровителю они построили жертвенник на народные средства как храм христа спасителя по случаю победы этот жертвенник как бы авансом обеспечивал им приум следующий великой отечественной этим самым своим трудом они думали дать покров место обитанию неведомому богу чтобы было где ему жить не могнуть и не мерзнуть приумках Соломона 14-16 потом утвердившийся временем этот нечестивый обычай соблюдаем был как закон и по повелениям власителей извояния почитаемо было как божество апостол же Павел говорит и не требует служения рук человеческих как бы имеющих в чем-либо нужду сам дая всему жизнь и дыхание и все обычно сто процентов служителей осознают свое ошибочное понимание этого места писания вспоминаю большую беседу во Фронзе переулок баррикадный 34 баптисты убедились что запрета на крестное знамение нет тем более в этом стихе деяния апостола на беседе присутствовали известные маститы их проповедники и много молодежи интересно наблюдать за ними когда поставлена последняя точка то молодые украдкой улыбаясь смотрят на своих стариков как бы говоря ну что теперь а вы нас учили непогрешимые но настроение у всех приподнятое не обозленное готовые дальше продолжать беседу притом позиции свои издают легко без боя с улыбкой о высшем нельзя даже и мечтать это классический образец для молодых миссионеров но и баптисты на этом учатся будь здоров очень часто несколько человек после такой беседы присоединяются к православию сразу же спешить не нужно необходимо спросить согласны ли они поблагодарить бога за такое откровение и после этого самому помолиться своими словами вслух господи благодарим тебя от всего сердца за дух святой научающий и вразумляющий за слово твое путеводящее нас царство небесное мы прославляем тебя за откровение дарованное нам ныне за чистый евангельский свет простить тех кто неправильно понимал апостола Павла и сказал его слова вкладывая в них дурной смысл пребудь с нами до конца в этой беседе просим во имя Иисуса Христа аминь мы только что поблагодарили Бога и вдруг входит жена Кушнарчук Ивана Даниловича добрая и простая женщина баптистка он же ревностный проповедник и исповедник во время беседы присутствовали и дети рослые красивые ребята ныне они все переехали в Америку она входит в тот момент когда я совершаю крестное знамение и сходу же говорит апостол Павел запрещает это дело ибо написано Бог не требует служения рук человеческих ее сын смущенно опустив голову с лыбкой говорит мама не надо мы уже все это поняли что мы здесь были неправы она не понимает что он хочет ей сказать а далее начинается мистика как с потерей записи листков с противосектантскими темами но те кто не закрепил себе это то место не остается пустым наступает ожесточение сердец и они начинают поносить меня считая что в тот момент были загипнотизированы мной на следующие подобные встречи они стараются уже не попадать просто Бог их не допускает а это уже совсем иная область числа 16 глава вопросы у меня вот мы изучаем противосектантские материалы а теперь уже в пору надо издавать материалы по беседе с православными сегодня у нас было занятие и ну такое там знаете сейчас учение оно совершенно не сходится с истинным крещение у Евангелия лишь правильное потому что каждый пирианин может крестить все каноны не нужны правила не нужны и прочая такая вот ересь ну вот как беседовать с православными я им говорю одно они мне все переворачивают все по другому совсем не так как должно быть как беседовать с такими православными вопрос понятен Игнать Тихонович я здесь ну как я с вами беседовал вот так и беседуйте где-то вы не согласны я же не отталкивал не говорил что все больше беседовать не будем бывает надо какое-то время еще переждать продолжать молиться мало что православные не принимают когда я начинал трубить о том что неправильное крещение то на каждый праздник Пасхи там на крещение я писал письма вручную вот этой рукой своей письма всем архиереям а сейчас во многих местах уже строят купели почти 30 лет все мимо шло и наконец начинают мало того сделали здесь купель в Никольском соборе а я в это время на капель стою в Алтайском техническом университете пришел человек и записку дает меня, говорит, отец Михаил Капранов настоятель послал сказать идите скажите Игнатию что мы купель построили баптистерий я говорю да отец-то Михаил разве он для меня строит ну вот так и в газете статья была так и так то говорит вот версия Лапкина оказалась верной версия да не версия продолжай работать тем больше будет награда приглашай к себе домой не бойся что полз вы добродушные такие да мы у вас были же приходили там бабушки да это бабушки с ними легче беседовать с бабушками чем с православным священником ну вот смотрите у вас был там отец Андрея если не ошибаюсь отец Андрея его сейчас нет сейчас другой у нас я знаю что другой то но вы уже того то вспоминаете лучше чем тот который приехал а тот то против меня как воевал это первое время ну да да вот тебе и ну да я привожу к крещению правильным 136 мест а они не одного ну где победа если он приводит одно место значит я привожу 136 раз больше а если не одного вот эта бесконечность сравнивать не с чем и он приходил Бондарчук фамилия или как Бондаренко Бондаренко ну и он же пришел и еще какого-то привел там такого которого обращать надо было ну да там уже было легче ну вот видишь он еще молодой не такой скорый не матерый как теперь вот теперь он не с Катериной а почему-то с Татьяной сблизился с вашей дочкой потому что там было проще миленькая сестра продолжай работать как можешь помолись и иди и Бог положит такие слова сказать у нас на квартире там у матери во Фрунзе ну не во Фрунзе а они в Воронцовке жили и поселился пятидесятник но он еще там ему надо сказать там о исполнении духом святым на языках моей маме говорит а она старая бредка а она его и не понимает даже а потом она послушала он говорит совсем не то и говорит ты знаешь что там Валерий ты бы лучше выучил Богородису молитву Богородиса Дева Радости он сразу опешил и не знает что сказать а что это такое нам сделалось даже смешно вот и все она в простоте своей как могла так и ответила вы же говорите вот вы одеты одеты как красавицы говорится с картинки а какая-то спортсменка увидела вас куда вы идете она там бегала потом вы ее увидели уже в храме стоит так вроде я понял да так она же ничего с вами не разговаривала один вид ваш привлек ее вот и все только вы вы помолитесь тоже об этом я молюсь каждый день дорогая сестра молюсь у меня оружие вот не менее семикратное в день вот оно три святой и сто поклонов спаси христос аллилуйя я думаю уже время закончилось давайте прощаться до среды значит сейчас наступает рождественский пост понедельник вторник еще молосная дальше нинии рыбу разрешается там понедельник кроме среды и пятницы до разрешается рыба до Николина дня 19 декабря с 19 декабря рыба разрешается только в субботу воскресенье это большой устав к истину православия там все записано давайте молиться тогда Бога может дарить достойно истеково истину блажен дитя богородицу пресновлажен ною и пренепорочную и матерь Бога наша честнейшую хирургим и славнейшую без сравнения с серофим без искления Бога слава рожжую сущую любовь ородицу тебе величаем дай тихоньше любящий наш отец небесный благодарим тебя что продлил нашу жизнь до сего момента ты позволил нам склониться у ног твоих слышать слова жизни укрепи народ твой приготовь его к встрече великих и страшных испытаний грядущих на всю вселенную саделай нас городом на вершине горы чтобы люди велись наши добрые дела и искали тебя тебе боже слава тебе хвала счастье поклонения отец сын и святой дух аминь 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 аминь